Отже, рады вам представить эксперта с питанием миграции до Польши Александра Зелинського. Витаем вас. Отже, если говорить про миграцию до Польши, каким образом на сегодняшний день николаевцы имеют возможность подготовить себя или что для этого нужно, чтобы мигрировать в Польшу, если есть такое желание? Ну, прежде всего нужен загранпаспорт, то есть если его нет, соответственно его нужно сделать, а затем нужно сделать визу. Виза какая, то есть это зависит уже от цели, то есть бизнес, работа или учеба. Соответственно, уже будут разные пути этого всего процесса. То есть если рабочая виза, то для этого нужно приглашение, то есть работодатель отправляет приглашение, на основании которого делается виза. Затем делается страховка, собирается пакет документов, и он подается в визовый центр. Спустя, к примеру, 7-10 дней человек получает визу, уже может ехать к работодателю. Если же это бизнес виза, соответственно, это уже другой тип совершенно. То есть там уже другой пакет документов и другой процесс. Также, в принципе, с учебой. Ну, суть одна, то есть нужно собрать пакет документов, оплатить консульский сбор, соответственно, можно потом уже уезжать. По поводу вот этой целей, да, наверное, стоит их просмотреть каждую. Наверное, больше всего это пользуется для учебы или все-таки для работы? Все-таки работу. Работа, да. Тогда с работы мы и начнем. По поводу рабочих, как найти этого работодателя, где возможно найти какое-то агентство, которое есть там в Николаеве или в Украине, которое этим занимается, поиском работодателей и, соответственно, соединение их с людьми, которые готовы работать? На самом деле, очень много есть агентств даже в Николаеве. Я лично считал где-то 5 или 6. И, в принципе, каждый поможет. У них примерно одинаковая стоимость. Ну, в принципе, там... Средняя стоимость это примерно... Сколько? Примерно 150 долларов. То есть это... Это нужно заплатить сразу или потом можно после того, как получишь первую зарплату? Сразу. Сразу. То есть, да, то есть покупать приглашение, покупать страховку. То есть, в принципе, агентство несет затрату, да, то есть потом, соответственно, уже... Когда человек уезжает, соответственно, уже нет смысла просто оплачивать. То есть оплачивается сразу вот в этот пакет документов. По поводу, да, оплаты понятно, а теперь по поводу работодателей и вот этих агентств, которые существуют. Есть ли шанс попасть на некачественные агентства и были ли такие изучения? Лично я так ездил и, в принципе, я когда-то помню, да, вот так денежку на улице незнакомой тете, которая мне там пообещала кучу всего. Но тем не менее, слава богу, все нормально обошлось. А в принципе, да, то есть очень много недоброжелателей, которые вот просто могут взять деньги, да, там, лишь бы кое-как сделать документы, и ты приезжаешь, тебя никто не встречает, либо ты работаешь не там, где обещали, либо зарплата не та, либо условия не те. То есть первый, блин, был все-таки комом? У меня, ну, у меня было более-менее, то есть я просто приехал позже, и там чуть-чуть состыковка вышла по времени, плюс опять же разница там час, часовые пояса. Вот, на самом деле, все было хорошо, но... По поводу вот работодателей, да, какой процесс в плане того, что там встречают и так далее, как понять, что все хорошо и все правильно? То есть ты уезжаешь, а потом там должны встретить, разместить или как? В основном преимущество Польши, то есть, да, кроме того, что это ближайшая страна, как для Украины, и, в принципе, схожий язык, то есть это официальное трудоустройство. То есть должны быть документы, да, то есть первое приглашение, то есть по приглашению уже видно, что как там все устроено, то есть насколько это все легально. Затем, когда человек приезжает, ну да, соответственно, должны его встретить, потому что, ну, в чужой стране сориентироваться очень трудно. После того, когда его встретили, там, скорее всего, покажут место жительства, и потом уже там через день-два он уже может выходить на работу. Если человек, там какой-то специалист, ему просто, ну, покажут, где что как, но если человек, там, не имеет особого опыта, да, то есть он должен прийти к какой-то стажировке. А по поводу количества возможных, да, поездок, там, в год или, там, в пятилетку и так далее в Польшу, есть какие-то ограничения? Да, то есть виза открывается на полгода, сейчас кое-какие изменения, то есть, ну, в принципе, все работает так, как работало. То есть, по сути, это полгода пребывания, то есть человек может разбить этот период, примерно, там, два раза по три месяца, либо, там, еще меньше, то есть, ну, нежелательно дробить, потому что, ну, работодатель это не любит. Вот, и, соответственно, есть коридор до следующей визы, когда можно сделать. То есть, это, раньше это было полгода, сейчас этот уже срок они уменьшают. То есть, сейчас примерно получается 8 на 4 уже. Ну, то есть, по сути, полгода работаешь, полгода ты должен подождать до такой же следующей визы. По поводу вот оплаты и по поводу языкового барьера, есть ли в Николаеве курсы какие-то, где можно изучать польский язык, возможно, даже бесплатные курсы? Есть почти бесплатные курсы, это в областном обществе поляков. Я там лично учил, где-то года два назад. Там вообще, ну, просто символическая стемность, там есть хороший преподаватель, она полька, и, в принципе, она очень достаточно, ну, я могу назвать ее в моей жизни, это лучший преподаватель, который попадался мне. По поводу вот рабочей визы и поездки рабочей, да, как лучше всего эта группа ехать с кем-то знаком или это по одиночке все время делается? То есть, ты один едешь на работу или несколько человек делают группами? На моей опыте это было по-разному, то есть, были люди, которые хотели по одному ехать, были те, которые хотели либо пары, либо там мама и сын, то есть, было по-разному. А что сложнее, организовать вдвоем, троем или одному? Зависит от людей, на самом деле, то есть, как кто в плане организаторских способностей. То есть, бывают люди, могут группы очень, это как один человек, это как одно целое, а бывает один человек, который не может, ну, собраться, тянет время. То есть, критериев для работодателя таких нет, там, что нам нужны, там, 10 сразу сотрудников или один, то есть, такого не стоит? В основном собирается большая группа, ну, то есть, именно набор идет большой, да, там, например, это может быть какой-то завод или фабрика, да, там нужно, например, 300 человек, то есть, они назначили время, какой-то дедлайн, и, соответственно, люди должны приехать к этому времени. То есть, такие вот маленькие агентства, либо крупные агентства, они помогают собрать это все, кучу воедино, то есть, это может быть один человек, да, с одного города, это может быть 10. Понятно, теперь пойдем все-таки по учебе, есть ли возможность уехать у николаевцев, у нас, например, это журналист с нашего нового дня уехал, так учиться, как и что здесь необходимо? Потому что у него просто было проще, он гражданин Польши. Если гражданин Украины, есть ли такой шанс? Да, конечно, у меня много одноклассников так уехало, и, в принципе, достаточно успешно, то есть, поступили в престижные вузы, то есть, Егелонский университет в Каракове. Для этого, в принципе, почти то же самое нужно, что и для рабочей визы, точно так же должно быть приглашение от вуза, просто другое название визы. Так же по полгода, получается? Нет, больше. Чаще всего она дается на год, но, в принципе, в зависимости от курса. То есть, там могут быть просто какие-то языковые курсы, это может быть уже университет, либо колледж. То есть, чаще всего это год, и потом она просто продлевается. Есть возможность, кстати, сделать вид на жительство. Ее называют, это карта по быту. Это, по сути, как заменяет визу. Платить что-то нужно еще? За карту по быту, там какая-то символическая стема, если чисто за изготовлением. Вот еще один момент экономии. Да, кстати. То есть, не нужна виза, то есть, ты можешь просто приезжать с этой карты, но, опять же, она временна, то есть, она может даваться на 2, на 3 года, то есть, в зависимости от периода обучения. Но на период обучения, как бы, ее хватает. После обучения какие-то есть требования по остаться в Польше, или это уже больше желание человека остаться? Это желание человека, скорее. То есть, опять же, возможностей очень много, на самом деле. То есть, от карты по быту, да, до какого-то контракта с работодателем. То есть, в принципе, те, кто учится, у них есть какие-то уже связи, они уже могут где-то зацепиться, и, в принципе, это не социаля труда для них, для того, чтобы где-то остаться. Ну, то есть, найти работодателя, либо место жительства. А по поводу каких-то, возможно, грантов обучения в Польше. есть ли шанс бесплатно получать образование, потому что чаще всего это все-таки за твои деньги, тебя обучают и ты, соответственно, потом уже получаешь диплом. Есть гранты, кстати, да, вот я периодически мониторю и, в принципе, требования не такие уж и высокие, то есть для украинцев есть, на самом деле, много возможностей, чтобы... По поводу вот как раз требований мы говорили языковой барьер, да, для работников, которые уезжают работать, специалисты, но, соответственно, там уровень знания языка не особо высок, потому что для обучения нужно лучше знать польский и не только просто бытовой, скажем, на бытовом уровне, но и знать термины в своей сфере и так далее. Есть ли возможность здесь в Украине обучаться или есть ли какой-то акклиматизации, период для акклиматизации в Польше, делают ли такие курсы, там, университеты и так далее? Да, в принципе, они лояльно относятся ко всем студентам, то есть студенты много со всей Европой, потому что обучение все-таки дешевле. И, к слову, на английском тоже проходят. То есть польский не обязательно? Да, то есть если человек владеет английским нормально или на хорошем уровне, то есть он может спокойно выбрать такой же курс обучения, если такой предоставляется университетом, как и на поисках. То есть для украинцев, скажем так, такие же условия, как и для всей страны Европы? Да, примерно плюс-минус одинаково. Возможно, там пакет документов отличается. А если подводить вот так итог, на основе того, что вот общаетесь с людьми, которых отправляете там в Польшу, помогаете организовать свой процесс обучения или рабочий процесс? Какие ошибки чаще всего на подготовительном процессе или во время уже местонахождения в Польше? Что не нужно делать? Возможно, спешить, самое главное, потому что все должно быть поэтапно, то есть собрать нужный пакет документов, потому что бывает, к слову, часто отказа. То есть не переплачивать? В этом плане, да, потому что скупой платят дважды, и тут оно имеет место быть. То есть если поспешить, собрать не те документы, либо там на чем-то сэкономить, то, возможно, просто будет отказ. Соответственно, нужно этот процесс проходить еще раз и заплачивать за то же приглашение и так далее. То есть каждый раз это делается на ново. Если по поводу пребывания в Польше, есть ли какие-то ограничения, чего тоже нельзя делать, из-за чего-то, может быть, вплоть до депортации, возможно? Вовремя выезжать, самое главное, потому что многие люди там могут как-то пренебрегать этим, да, то есть они знают, что у них там последняя дата, такой-то день, и могут тянуть. Вот недавно случай был, когда женщина оставалась буквально там два часа до визы, и она вот еле успела пересечь границу. Так бы была депортация. Ну, то есть не то, что депортация, а там какой-то штраф. Они по-разному могут это оценить. После того, как есть вот эта просрочка по времени, а есть ли потом проблемы при оформлении визы и, соответственно, опять повторной поездки? Да, это может влиять на еще один отказ уже в следующий раз. То есть это реально. Ну, что ж, будьте пунктуальны, друзья, и самое главное, решайте, нужно ли вам это, учиться или работать в Польше. Возможно, есть шанс заработать и обучаться здесь. Нагадаем еще раз, что я сегодня сполкувался с экспертом о спросе миграции до Польши, Александром Зелинським. Дякую вам за то, что сегодня из-за этого наши судьи.